Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Признаюсь, я никогда так не вела свой гречневый марафон, как в этот раз, потому что я просто не успеваю снимать видео. А вчера у меня было время и была возможность, но вчера была очень сильная дождь, было очень темно и к тому же шумно, потому что мы живем на самом последнем этаже, и когда дождь барабанит по крыше, это очень отражается на звуки, которые мы имеем здесь в квартире. Приветствую всех на гречневом марафоне! Сегодня воскресенье, уверена, что я смогу смонтировать и выложить это видео именно в воскресенье. И могу сказать, что у меня пополнились запасы гречки. Я никогда не показывала свою гречку, потому что, повторюсь, у меня просто не было возможности такое сложное видео отснять, где я, допустим, варю свою гречку, показываю свои порции, и вообще показываю, что да, я тоже на гречке сижу. Так вот, я докупила гречку, наконец-то стала счастливой обладательницей зеленого, самого обычного зеленого чая, и, в общем-то, ничего в моей диете не поменялось. Я ем гречку один раз в день, я ем пророщенные зерна один раз в день. Кстати, вот таким образом они выглядят, когда у меня прорастают. Я проращиваю зерна, есть отдельное видео на канале, здесь только скажу, в большом количестве воды, потому что у меня, возможно, прохладно, и зерна прекрасно прорастают вот просто в большом количестве, в большом количестве воды. Единственное, что вчера, вчера была суббота, я съела банан по банану, потому что время было 11.30, я даже запишу видео снова про уборку, где расскажу, чем и как я убиралась снова в своей ванной. И в определенный момент я поняла, что мне нехорошо. Это было примерно 11.30, я к тому моменту попила чай и ничего больше не ела. И прямо-таки нехорошо мне было, я подумала, не съесть ли мне полбананчика, потому что Даня полбанана не доел. И как раз-таки банан этот лежал на столе, я его увидела, быстро перекусила и пошла снова по своим делам. То есть вот такое отхождение от моей диеты случилось. Конечно, нужно было бы взять мне, помыть себе яблоко зеленую половину съесть, либо у меня дома есть апельсины, какой-нибудь апельсинчик скушать. Но, повторюсь, мне хотелось быстро, и этот банан я увидела. И хочу сегодняшнее это видео посвятить немного, немного тому, как будет продолжаться дальше гречный марафон, кто захочет на нем остаться. Но все-таки основная тема этого видео, как реагируют окружающие на то, что мы гречечку с собой на работу, возможно, носим в каких-то контейнерах, как реагируют окружающие, как реагирует наша семья, потому что я расскажу, как отреагировал мой муж, и как мы сами должны себя ощущать и реагировать, потому что для многих, я в этом уверена, из этого гречного марафона для многих результатом будет прежде всего изменение своих пищевых привычек. То есть вы измените свои пищевые привычки, и вы достаточно долго будете сталкиваться вот с такой удивленной, очень часто удивленной негативной реакцией окружающих на ваше новое питание. Это будет, кстати, продолжаться ровно до того момента, пока вы не станете заметно лучше выглядеть, то есть пока вы не похудеете. Вот когда вы похудеете, очень многие скажут вам, да, тебе аплодисменты и респект. А когда вы похудеете, очень многие начнут спрашивать, а как же у вас это получилось, как вы смогли, сколько вы съели на своей диете и так далее, и так далее. Итак, по поводу рациона. Сегодня седьмой день, я еще три дня останусь, наверное, на монодиете, но даю себе шанс по желанию, потому что это желание, оно может прийти, как бы у меня с морковкой, съесть половину, вот буквально половину какого-нибудь фрукта. Это может быть яблоко, это может быть апельсин. И почему тут я зацепилась на яблоках и апельсинах? Возможно, потому что они у меня дома лежат, и все время я на них смотрю. Это может быть морковь, это может быть сельдерей. То есть это что-то небольшое, что, в общем-то, вот будет такой одной порцией дополнения именно гречневой диете. Зачем я это делаю? Я это делаю прежде всего из своих, что называется, гастрономических побуждений, потому что вы не поверите. Вот если вы семь дней на гречке просидели уже, когда вы начнете водить, вот потихоньку, я вообще очень-очень вам рекомендую не возвращаться на свой привычный рацион. Допустим, семь дней сидели, мечтали о печеньке. Не нужно есть печеньку. Притормозите. Вы уже поняли, что вы не умрете с голода. Вы уже поняли, наверняка многие увидели положительные изменения. Кто-то стал мне пишет меньше спать, кто-то стал лучше выглядеть. Кстати, у одной зрительницы прыщи на лице появились, и она прямо описывает эти прыщи как фурунку. Мне кажется, это очень хорошая реакция организма на чистку, потому что мы понимаем, что если организму удается через кожу выбросить то, что он может выбросить и от чего может избавиться, это очень-очень хорошо. На мой взгляд, это положительная динамика. Так вот, очень многие уже заметили результаты, поэтому, пожалуйста, вы пересекли финишную прямую. Для многих финишная прямая – это семь дней гречневого марафона. Теперь попробуйте все-таки прислушаться к себе. И если вы хотите вводить другие продукты, делайте это по одному продукту. Чувствуйте вкус, запомните, как он для вас поменялся, каким он был. Акцентируйте свое внимание на том, сколько вам теперь этого продукта нужно, чтобы, внимание, перестать чувствовать его вкус. Вы не поверите, вы будете удивлены, как мало вам нужно для того, чтобы перестать чувствовать вкус. И вы это будете очень четко ощущать как раз-таки после вот этой гречневой монодиеты. Поэтому я бы искренне вам порекомендовала еще какие-нибудь семь дней вводить продукты гречка плюс половина яблока, гречка плюс половина апельсина, гречка плюс, не знаю, петрушка, горошек замороженный можно себе приготовить на пару. Кстати, на пару его можно не готовить. Его можно просто замороженный горошек в кастрюльке без добавления воды, как будто бы довести до кипения, он приготовится, он будет очень нежным, он будет не соленым. Попробуйте в дополнение гречки. Кто-то половину помидора себе отрежет. Попробуйте вводить эти продукты и чувствовать прежде всего и вкус. Но об этом я запишу отдельное видео. Я повторюсь, вот ближайшие три дня настроена провести только на гречке. Так вот, по поводу реакции. Когда я первый раз села на гречку, на гречневую диету, на гречневую свой марафон, это случилось, я очень хорошо помню, каким образом. Я, значит, вечером посадила семью за стол и сама села с тарелочкой гречки. Мой муж посмотрел на меня и вот прям-таки с таким выражением, с такой улыбкой, что это у тебя такое, кто ты? Похудеть решила. Возможно, похудеть решила. Он не произнес, но он был человеком, которым в курсе того, что я с трудом удерживала свои 57-58 килограмм, что мне с трудом давалось. Я периодически худела, периодически на диете сидела. Но это все было не очень жестко, потому что я к тому же была кормящая мать. А когда ты кормящая мать, ты сама себя прощаешь, извиняешь и всегда говоришь, вот я перестану кормить грудью, и тогда я, в общем-то, буду вся такая красивая, спортивная и в форме. И, соответственно, мой муж был в курсе того, что мне тяжело удерживать мой вес. И он так и сказал мне, либо взглядом показал, улыбкой своей, ироничной достаточно, что, в общем-то, ты опять худеть собралась. Теперь вот ты, значит, на гречечку села. Ну, давай, давай, посмотрим, что из этого получится. Когда три дня я ела гречку, а за столом мы все вместе встречались, наверное, один раз в сутки, потому что обед я могла пропустить уже тогда. Я рассказывала, я была человеком, который мало ел уже тогда. То, в общем-то, так мой муж качал головой, все время, продолжаешь на гречке, тебе молодец, мы посмотрим, что из этого выйдет. И вот эту иронию я все время встречала в свой адрес. Когда я вышла на какие-нибудь уже 7, 8, 9 дней вот такого ужина, либо обеда, мой муж достаточно строго меня спросил, ты еще долго будешь так питаться? Что ты вообще хочешь вот этим показать? Внимание! Вот в этот момент я поняла, не сразу, правда, потом только проанализировав. Также потом мой муж попытался, захотел присоединиться ко мне на гречный марафон. Я увидела этот негатив и больше не иронию, а даже больше некую, скажем так, ну, некое осуждение в своем адресе, ну, долго еще так будешь питаться, что хочешь нам тут всем показать и доказать. Потому что, потому что, когда я ела свою гречку, мой муж ел жареное мясо. Когда я ела свою гречку, мой муж ел, не знаю, жареную картошку. Будучи человеком спортивным, будучи человеком, следящим за своей фигурой, мой муж, конечно же, понимал, что, в общем-то, я права, а он не очень в своем питании. И это начало доставлять ему дискомфорт, это начало его беспокоить. И, соответственно, могу по собственному опыту сказать, что если сначала вы столкнетесь с достаточно безобидной иронией, что-то гречку принесла на работу, давайте все посмеемся, ребята, на гречку ест разогретую, либо вообще холодную, в микроволновке же лучше не разогревать гречку, то, в общем-то, эта ирония, она достаточно безобидна. Так вот потом очень многие, на самом деле, начнут выказывать некую агрессию, потому что им вообще непонятно, что вы делаете, им непонятно, зачем вы это делаете, им непонятно, сколько вы будете продолжать таким образом питаться, а самое главное, им непонятно, как же вы после этого будете выглядеть, в особенности, если вы в женском коллективе находитесь, вот вы начнете через, наверное, 7 дней, как раз-таки сегодня седьмой день, начнете получать уже такие вопросы с контекстом негатива, с контекстом очень достаточно, очень достаточно попыталась я как-то сгладить, жесткого осуждения, по-другому не скажешь. И опять же, с гречневых марафонов предыдущих я совершенно точно знаю, что многие в своих семьях, в ближайшем окружении, от родителей, братьев, сестер, мужей, возможно, старших детей, вот и получили такую достаточно жесткую реакцию осуждения, сколько ты еще будешь так есть, сколько ты будешь так питаться, может быть, ты и нас переведешь на эту гречку и так далее. И здесь могу совершенно точно вам сказать, что дальше, что называется, будет легче, потому что вы начнете вот уже после 10 дня, если вы будете менять вот свой рацион, крутить его вокруг гречки, возможно, другую группу добавите, возможно, повторюсь, об этом будет другое видео, возможно, снова гречечку вернете, вы будете меняться, и здесь вы уже получите визуальный эффект. Помимо вашего лица вам начнут говорить, что вы отдохнувшая, что вы кожу почистили, что, возможно, тональный крем поменяли. Так вот, вам буду также говорить уже и комплименты по поводу вашей фигуры. У меня самый главный комплимент всегда был на протяжении вот этого последнего года, когда я что-то надевала, мой муж говорил, что у тебя за платье такое новое, этому платью уже 10 лет на самом деле не преувеличиваю, а оно по-другому на мне сидит, и ему кажется, что оно новое. Так вот, вы начнете получать те бонусы, которые позволят вам достаточно легко справляться вот с этой негативной реакцией извне, и которые позволят вам, на самом деле, достаточно легко продолжать быть на альтернативном, как я это называю, питании, хотя для меня теперь все другое, альтернативно, а вот это единственно верное и подходящее для меня питание. То есть в мою диету не вернулось молоко, молочные продукты, все молочные производные, в мою диету не вернулся белок, исключение составляют яйца. И также я говорила, что все-таки с семьей я позволяю себе есть, да много что позволяю, но это случается раз в неделю, раз в 10 дней, все зависит от того, как часто мы куда-то выходим, либо как часто мы что-то заказываем на вынос и едим это дома. Соответственно, дорогие зрители, с такой реакцией многие из вас столкнутся, но могу сказать, что то, что вы будете получать, тот результат, который вы будете получать внешне, прежде всего, эстетически, который будет касаться того, как вы себя видите, и ощущаете в своей одежде, как вас видят и воспринимают окружающим, это будет давать вам силы. Очень многие потом, кто вас осуждают, будут интересоваться, как я сказала в начале видео, а как же вот вам удалось вот, в общем-то, и выглядеть лучше, и постройнеть к весне, тем более сейчас весна, сейчас многие снимут эту чебурашку, эту, которая, в общем-то, добавляет кио, даже если там не к чему их добавить. И да, действительно, очень многие почувствуют, что вы приложили некоторые усилия к тому, чтобы выглядеть гораздо-гораздо лучше, чем вы выглядели в прошлую весну, чего я искренне всем желаю. Для меня марафон продолжается, я очень постараюсь выпускать подобные видео, подобные видео каждый день, но если нет, через день обещаю совершенно точно. Это была Эна Скворцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока.